Собственно, перенос балета Нуреев в ГАПТе в Большом театре за три дня до выхода, сразу после генерального прогона, объявили о том, что спектакль не выйдет, или вернее выйдет, но в конце сезона, в мае наступающего года. Заменили на Дон Кихот, и вот сейчас государственное агентство ТАСС, со ссылкой на источник, сообщает о том, что произошло это якобы по личному распоряжению министра культуры Владимира Мединского. Что вам видится за всей этой историей? Это какое-то продолжение темы седьмой студии, отсрочка, или же это совершенно уникальная история, которую стоит рассматривать в свете готовности или неготовности данного конкретного спектакля? За этим мне видится совершенно уникальный, фантастический, но завоевывающий все больше и больше позиций непрофессионализм. Спектакль не могут отменить за три дня до начала, до показа. Должна быть суперуважительная причина, типа провалилась кровля у Большого театра, или человек пять из исполнителей померли от холеры. Потому что если померли четыре, то нужно делать вводы быстрые, срочные. История театра это знает, понимаете? Ну, а если уже так, пять плюс дирижер, плюс там скрипка сломалась, ну и так далее. Так не бывает, что спектакль вдруг оказался не готов, вдруг оказался неправильный за три дня. Это все равно, что книжка, которая уже в типографии, уже вышла из него, вот ее уже складывают перед тем, как отправишь в магазин. Вдруг редактор, главный редактор говорит, вы знаете, я думаю, что автору еще нужно поработать над романом. Прописать некое, пейзажи какие-то неубедительные, проходные, понимаете? То есть это непрофессионализм, во-первых. А во-вторых, ну, понимаете, непрофессионализм это такая штука, которая позволяет делать все, что угодно. Кому-то не понравилось, что там голые мужики, извините за выражение, скачут. Это тоже непрофессионализм. Потому что профессионально, если идет профессиональное руководство, то тогда голый мужик не подскочит к этому театру, к этому спектаклю, как говорится, на этапе экспликации, на этапе проекта. Или уж как-нибудь иначе, понимаете? Или уговорит кого-то и так далее. Понимаете, когда вот так вот все делается вдруг, вот так вот сразу, это ужасно, понимаете? Это даже хуже, допустим, там есть какая-то гомофобская, там какая-то реакционная, так сказать, вот нота в этом деле. Предположим, это очень плохо. Но вот непрофессионализм, вот это вот раздолбайство какое-то тотальное, где можно спектакль в большом театре, нигде-нибудь, понимаете, не в детской студии, отменить за три дня и объявить, что оказывается кто-то занят, оказывается чего-то, вот это гораздо хуже, понимаете? Вот тут начинаешь уже думать о поездах в метро, о ракетах, понимаете, вот о таких вещах, о доставке хлеба в булочные. Понимаете, вот это вот такой вот. Так может быть, это наоборот профессионализм? Может быть, вот они посмотрели, решили, что это действительно позорно показывать зрителю? А почему они лишь кто посмотрел? Они что, не знали? Ну вот как сейчас мы выяснили медицинский. Непрофессионализм заключается в том, что большая премьера в большом театре должна быть под контролем. Может быть, это была авторская установка постановщика, не разглашать некоторых нюансов. Этого не бывает в государственном театре неразглашения. Это тоже тотальный непрофессионализм. Как это не разглашать нюансов? Извини, мой дорогой. Ты ставишь в главном театре страны, в одном из главных театров мира, ставишь спектакль, в котором заняли международные какие-то силы, наверное, занятые. И вдруг оказывается, что это большой секрет, и вы узнаете только перед... Так не бывает. Так не бывает. Ну, а прежде Урин тот же давал, разве, основания подвергать сомнению его профессионализму? Вот на вашей памяти такие истории? Я... Значит, у Урина я ничего не знаю. Честно говоря. Вообще с Уриным... Я был знаком с другим Уриным, который когда-то ездил на такси из Москвы до Владивостока. И была об этом интересная книжка. Но это было очень давно. Это была очередная водная фамилия. Или дедушка? Скорее всего. Тем не менее, сам Кирилл Серебренников как-то однозначно до сих пор так и не высказался об этой отмене. Он на последней встрече с труппой заявил о том, что это, дескать, спектакль, которого не будет. Сегодня выяснилось, что он все же будет. С тонким юмором отметил о спектакле, которого не было. Видимо, делая отсылку к гугль-центру обстановки «Сон в летнюю ночь». Но, тем не менее, однозначного, скажем так, мнения, однозначной позиции по поводу вот этой предстоящей постановки так и нет. Мнение в каком смысле мнения? Мнение по поводу причин его откладывания или отмены. Безусловно. То есть, так вот, чтобы прозвучало. Да, мы разошлись в своих оценках готовности и неготовности спектакля с администрацией. Он просто сказал, что это решение администрации большого. Ну, наверное, это и так и есть решение администрации большого. Ну, действительно. Что значит? Мы разошлись. Понимаете? Это напоминает мне такую смешную историю. Я прихожу домой и говорю, что нет, ты знаешь, меня уволили из банка. Она говорит, как? Ну, мы разошлись с президентом банков. Ну, что это значит разошлись? Ну, закрыли. Разошлись, это когда равные партнеры. Понимаете? Вот в этом смысле может разойтись там, не знаю, министр финансов с Центробанком. Понимаете? Вот они тогда могут разойтись в чем-то. А когда отменяют спектакль, то это не называется «мы разошлись». Ну, то есть, вы думаете, что это абсолютно односторонняя история? То есть, то, что даже Серебренников не пришел сегодня на как раз брифинг? Ну, наверное, я так, понимаете, тоже противно делать разные предположения. Я не люблю этого. Но, наверное, он, так сказать, как бы, ну и... Я могу себе представить. Представляете себе, что, допустим, я написал книжку. Вот она вот, вот как в той ситуации, которую я вам уже описывал. Вот ее уже отгружают. Завтра должна быть презентация вот здесь, в Московском доме книги. Напротив. И вдруг мне объявляют, что эта книжка, так сказать, не готова. Что мне нужно еще поработать над диалогами. Понимаете? И, допустим, директор там, не знаю, кто там, министр культуры, директор издательства, начальник книготорга ведет по этому поводу пресс-конференцию. Но я, конечно, дико оскорблен. Я, конечно, на нее не прихожу, естественно. Дело обойдите к черту все. Если вы так работаете. Ну, это такой очевидный протест. Ну, не протест, но человек просто человек чечен. Может быть, в этом есть какой-то византийский дипломатий. И просто влюбленные решили на некоторое время разъехаться, пока не удастся в этой ситуации. Это не византийство. Это все какое-то, как вам сказать, это Белогорская крепость. Это называется не византийство. Как описано Пушкиным в «Капитанской дочке», когда жена коменданта, этого капитана Миронова, она сама отнимает шпагу у Швабрина Гринева. Понимаете? То есть она распоряжается. То есть вот это вот такое все домашнее такое. Что с какой византийство? Есть правила? Есть вот, я не знаю, я конституционалист, институционалист. Я считаю, что нужно жить по закону, по правилам, по нормам. Это гораздо проще, дешевле, яснее, честнее. А не говорить. Знаете, нужно не подавать знаки, не подмигивать, вот как у нас очень любят. И терпеть это в нем сигналы. Сигналы, да. Ну, собственно, к слову о профессионализме, да. Диссертационный совет по истории Белгородского госуниверситета, мы уже упоминали сегодня это имя, Владимира Мединского, подтвердил значимость ученой работы, научной работы. Ну, вообще об этом, как бы, говорить даже, как бы, и не хочется. Смешно, понимаете? Это все... Почему смешно? Скажите мне, вот как вы думаете, могла вообще эта история иметь какой-то другой конец? Ну, она должна была иметь другой конец. Потому что эта диссертация не отвечает правилам квалификационной работы. Диссертация – это не рассуждение, это не философский трактат. Друзья мои, поймите. То, что Мединский пишет в своих книгах о том, что, так сказать, вот кто там первый начал пить водку, или у кого там чище сортиры, это его, так сказать, публицистика, это его историческая какая-то концептуалистика, это ради бога. Пиши, что хочешь. Я лично, я как либерал говорю, что запрещать эти книжки нельзя ни в коем случае. Пускай он пишет все. Их считают, он пишет. Да ради бога. Диссертация – это другое. Это квалификационная работа. Диссертация, написанная по иностранным источникам, написанная по переводам, не может, в принципе, быть принята к защите. Понимаете? Я филолог по образованию. Я пишу, могу написать эссе о Флабере или о Бальзаке. Я говорю, Флабер писал, Флабер писал, Сартер писал о Флабере, там кто-то там в Цвейк писал о Бальзаке, сам я читал Бальзака, там блеск и нищета куртизанах, там базар-вокзал. Но диссертацию о Флабере я написать не имею права, потому что я не знаю французского языка. Понимаете? Ее не примут. Мне скажут, диссертация, знаете кандидатский минимум по французскому? Вы знаете французский? Не знаете. Ну и какая ваша диссертация? Пишите, так сказать, вы болтаете про Флабера, рассуждаете про Флабера, концептуализируете про Флабера. Но диссертацию про Флабера писать не нужно. Диссертация написана, пользующаяся переводами со старонемецкого, с новолатинского, с какого-то среднефранцузского, как у мединского. Причем переводы старые. Критики этой диссертации говорят, что некоторые выводы делает автор на основании неправильно переведенных в 19 веке пассажей. Там, понимаете, вместо ежик написана, не знаю, корова. Понимаете? Ну, вот и все. Понимаете, это все очень просто. Ну, хорошо. А, допустим, давайте пофантазируем немножко. Ну, лишили его стипендии. Степени. Степени ученые. Степендия не надо лишать. Ученые степени лишили его. И что? И все. Ну, что дальше-то? Что поменяется? В каком смысле? Поменяется. Дисциплина войдет. Профессионализм еще будет как-то... Какая-то капелька в рюмочку профессионализма будет капнута. Чтобы все-таки в стране существуют правила. Правила, ребята. Я так говорю. Законы и правила. По которым диссертации пишутся вот так-то. А книжки, сочинения, так сказать, как бы концептуальные, пишутся сяк-то. И не надо эти вещи путать. Но это, к сожалению, одна маленькая капелька. Не важно. А это было бы показательно. Ой, быть может, вот эта часть исторического сообщества в лице 19-ти членов диссертационного совета Белгородского университета решили, что для сохранения этого профессионализма важнее будет не выносить ссоры из избы, не педалировать тему. Почему? Поставить точку меньше шума, меньше отрицательных эффектов. Причем. И от этого неправильно. Отрицательных эффектов, если мы понимаем слово отрицательный эффект с вами одинаково, то есть отрицательных эффектов больше. Потому, что любой, таким образом, любой человек, это, да, это сигнал дается. Это очень большой отрицательный эффект. И дается сигнал, высокопоставлен чиновникам, что они могут в своих диссертациях писать, ну, что они хотят просто. Понимаете? Вот. Я не, понимаете, я не знаю, так сказать, я не знаю, я не разбирался, я не занимаюсь, я не историк, не специалист по истории, так сказать, России в отзывах иностранных, так сказать, этих самых путешественников. Меня это не очень интересует, потому что я не вижу в этом, так сказать, ну, не знаю, почему это интересует. И этим люди занимаются, и дай им Бог. Мне это неинтересно лично. Но там, скажем, например, был такой момент, что там в диссертации там написано, там технические моменты, что там в диссертации были ссылки на несуществующие монографии. Эти монографии так никто и не показал. И ученый совет, вместо того, чтобы схватиться за голову и сказать, монографии где? Покажите монографию. Вот, вместо того, чтобы схватиться за голову, ученый совет решил не выносить ссоры из СБ. Понимаете, это называется не не выносить ссор из СБ, это называется, извините, пожалуйста, не, так сказать, из штанов кое-что не вынимать, понимаете? когда человек опозорился с Евщей. Понимаете, так и ходить. Получается, в этой аргументации тихой сапой опозорились и все те, кто одобрил решение. Поэтому очевидно, речь идет о том, что приняли такое решение, очевидно потому, что слишком много народа. Это знаете, как слишком много народа в этом деле включено в эту цепочку. Это если можно сравнить, почему иногда бывают какие-то неправильные, неправосудные, ошибочные, по оговору, приговоры. Почему их не отменяют? Почему их не отменяют? Их не отменяют не потому, что они такие злодеи. Вот они хотят этого человека просто вот, что называется, сгнить под шконкой, сгнорить его. Нет. Так и как и здесь. Не потому, что они хотят дать сигнал, пиши, что хочешь, или сказать, что диссертат замечательно. Потому, что они понимают простую вещь. Что если мы скажем, что вот этот вот осужденный Иванов осужден неправильно, то дальше начинается его адвокат, или там прокурор даже, не адвокат, прокурор начинает разматывать ниточку. И начинается человек 15-20, кто подписывал заключение, кто следственные действия проводил. И получается, что человек 15-20 лишаются карьеры, а может и наказаны будут. Они думают, да зачем им? Ну, вот он уже отсидел полсрока в СИЗО, но сейчас мы ему скостим чего-нибудь. Сейчас мы его просто выпустим, скажем, пересудим. Что он виноват, но уже наказан. И все. Но только не сказать, что не виноват. Понимаете? Чтобы людей не подставить, так и здесь. Получится, все люди, которые это рецензировали, оппонировали, экспертизы проводили. Получится, что они все окажутся без штанов. Понимаете? Ну что? Да нет. Ну, а почему бы это провести? Я-то считаю, что нужно провести. А вот эти люди из сообщества, вот этого административного, научно-административного сообщества, они, так сказать, своих не выдают. Но тогда вот наш слушатель Влад пишет нам, что это фактически означает конец науки России. Ну, не всей науки все-таки, понимаете? А вот конец вот это... Понимаете, я бы не стал... Если покопаться, наверняка Мединский не один такой. Я бы не стал говорить о конце науки. Я другое еще, так сказать, могу тут вопрос у меня задать. Понимаете? Вот, ну, хочешь, но почему не защитить докторскую диссертацию человеку, который находится на таком уровне, ему сделать ее хорошую, докторскую диссертацию, очень просто. Вот хорошую. Чтобы к ней не подкопаться. Вот это тоже не профессионализм. Это тоже разгильдяйство. Понимаете? Вот когда я вижу, например, в диссернете показывают разные там покупные диссертации. Почему очень высокопоставленные люди делают какие-то покупные себе диссертации. Извините вас, я совсем цинизмом скажу. Если бы я был бы какой-нибудь очень высокопоставленный человек, депутат, там, не знаю, замминистра, то я бы проконтролировал бы, чтобы моя диссертация была такая, чтобы комар носа не подтачил. Чтобы это знание, ты человек, мне бы все написал бы сам, от первой до последней строчки, без плагиата, с правильными ссылками. И все, я сказал бы, вот так вот, извините, понимаете? Это тоже не профессионализм, это тоже раздолбайство, царящее раздолбайство. Это ужасно. Собственно, о сигналах и уходя от темы с министром культуры. Долгожданная встреча Трампа и Путина наконец-то произошла. И там были посланы при помощи официозных медиа российских, довольно пафосные сигналы, да. Кто сколько раз кого взял под локоток, пошлепал по плечу, кто сколько друг другу раз пожал руки, как улыбнулись, где сфотографировались. А в итоге какие-то предложения с российской стороны, да, по сути, безответно. Трамп там о предложениях по кибербезопасности фактически сказал, что они нереализуемы. Сегодня там и в Кремле на эту тему высказались. Вообще, не слишком ли много внимания мы уделяем на сегодняшний день сигналам? И, по сути, выхолощиваем содержание, выносим его за скобки. И так повсеместно, не только во встрече между мировыми лидерами, возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Ну, конечно, слишком. Конечно, слишком. Ну, была встреча. Это очень-очень хорошо, что встретились два мировых лидера. Что встретился наш лидер с ихним лидером, извините за выражение. А больше того, я даже скажу, что то, что нет никаких существенных результатов, это тоже не важно. Я в этом смысле сторонник китайской точки зрения. Когда китайцев еще при Мао Цзэдун говорили, что вот мы с вами встречаемся, а толку-то от вас никакого нет. Мы, так сказать, вот только встречаемся, улыбаемся, там какие-то протоколы о намерениях, а толку нет. На что какой-то, по-моему, это Джо Энглай сказал или кто-то еще, он сказал, встречаться лучше, чем не встречаться. Разговаривать лучше, чем не разговаривать. Жать друг другу руки лучше, чем не жать друг другу руки. Улыбаться лучше, чем не улыбаться. И он абсолютно прав. Потому что это все, ну, это китайские, знаете, на столетие такой рассчитанный, такой вот концепт международных отношений. Песочек намывает островочек, песчинка за песчинкой. Из островочка получается потом мастерик, что-нибудь интересное, понимаете? Да, встретились очень хорошо. А говорить, что эта встреча, эта встреча, в принципе, не могла решить никаких глобальных вопросов. Даже если бы Путин и Трамп действительно хотели бы просто перекроить все международные отношения. Международные отношения штука очень инертная. Там задействовано огромное количество, начиная от рабочих военно-промышленного комплекса, и кончая банкирами, дипломатами, финансистами, высокопоставленными военными. И экономиками друг к другу, понимаете? Поэтому вот так вот все взять, так чик-чик, все решили. Но у них было столько времени на подготовку. Как же мы вот ждали, ждали. Это годами делается. Это годами делается. Трампа выбрали только вот позавчера, считай. О силе инерции нового рода, о силе инерции СМИ, которые презентуют. Ну, вот на нашем внутреннем рынке это именно так. Но почему бы не заострить внимание, собственно, на том, что, да, действительно, это готовится долгое время. Да, действительно, важнейшим результатом явилось то, что они просто, наконец-то, познакомились. И все. Наконец-то, познакомились. Но, опять-таки, пестуется эта провинциальность. Да, вот они пожали друг другу руки. Трамп улыбнулся Владимиру Владимировичу. Ай-яй-яй, какое счастье. Владимир Владимирович потом сказал, что Трамп в жизни намного адекватнее, чем на телевидении. Просто как прекрасно, господи. То есть, не могут уже переключить внести. Ну, знаете, это уже к работникам СМИ, к их руководствам, к их там, кураторам. Может быть, из властей или из бизнеса. Ну, вот такой вот стиль сейчас, понимается, несколько такой взвинченный стиль. Ну, понимаете, какая штука. Если такой взвинченный стиль царит на телевидении, то вряд ли можно себе представить, что при освещении серьезных международных проблем вдруг будут говорить так вот, типа, как при советской власти говорили. Знаете, встретились, переговоры, пришли в деловой и конструктивной обстановке. Точка. И о спорте. Конечно, нельзя, понимаете. Нужно кричать, какого был цвета голстук на Трампе, как он улыбался, как Путин ему улыбался, у кого там уже пальцы считают. Вот кто-то держал ладони так, а кто-то держал ладони эдак. И огромное количество фотожаб. А, и огромное количество фотожаб. Ну, это, может быть, как вам сказать, социальные сети уже такая интернет на период, когда все читатели, потребители информации являются в каком-то смысле сотворцами ее тоже. Потому что фотожабу разместить или перепостить сообщения. Это, может, каждый человек без спроса. Вот так и получается. В гостях на эхе персонально ваш писатель Денис Драгунский. Передачу ведут Ирина Баблоян, Станислав Кричков. Мы сделаем небольшой перерыв на новости рекламы, чтобы узнать о последних событиях в стране и мире и вернуться сюда, в эту студию, подключиться к беседе с нашим сегодняшним гостем через некоторое количество времени. Персонально ваш. Персонально ваш. 15 часов 35 минут в Москве. Дневной эфир на эхе идет. Мы начинаем, продолжаем программу. Персонально ваш здесь писатель Денис Драгунский. Денис Викторович еще раз. Здравствуйте. Давай напомним телефон для связи. Плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Пишите нам, задавайте вопросы. В виде СМС. Ну и форма на нашем сайте. Твиттер-аккаунт вызван и прочие-прочие ресурсы, имеющиеся в вашем распоряжении. Гражданам Украины могут разрешить публично отречься от гражданства при получении российского паспорта. Такую поправку может нести завтра Комитет Госдумы по законодательству. Представляете? Безумие какое. По словам главы Комитета Павла Крашенинникова, Украина просто перестала выдавать справки о выходе из гражданства. Без такой справки получить российский паспорт нельзя. Каким образом нужно будет отрекаться, пока они не сказали? Как вы думаете, это что, такая форма поколения? Разрешить? Разрешить? Там непонятно. Потому что здесь это о справках. Наверное, потому что у человека нет справки о том, что он вышел из гражданства. Ему не дают эту справку, так сказать, в украинском учреждении. Он должен сказать и написать заявление, что он выходит из этого гражданства. Ну, вот указано, именно публично отречься от гражданства. Ну, это разрешить или обязать? Ну, пока разрешить. Завтра, если внесут... Что же разрешить? Ну, например, скажем, я, например, при получении паспорта имею полное право публично проклясть, например, империалистическую политику Соединенных Штатов. Ну, вообще странные слова, да? Поэтому публично отречься от гражданства, я не знаю. Ну, я не понимаю, что это какая-то странная вещь. Я не совсем понимаю. Опять, что ты, Герасим, не договариваешь, хочется сказать. Понимаете? Ну, непонятно, о чем идет речь. Потому что если просто, например, можно сказать, обязательно публично отречься, тогда это будет какой-то политический фарс, понимаете, в виде трагедии. А заявить о том, что они отказываются от гражданства... Ну, в общем, это как раз такая форма публичного покаяния. За что? За то, что ты родился в Украине и стал это самое... И получил ее гражданство? А за это можно каяться? Выходит так. Ну, нет. Я думаю, что это не так. Я думаю, что это какая-то... Опять это все. Наш с темой сегодня посещает непрофессионализм. Это вот тоже непрофессионализм и раздолбайство, которое царит везде. И поэтому, наверное, написали что-то, не пойми чего. Неправильные законы, неправильная Государственная Дума. Нет, люди, которые нет внутренней дисциплины, понимаете, в людях. Которые пишут не пойми чего, так как левые пятки в лавенке. А потом журналисты, потом это бедняжки должны обсуждать. Но тут ведь дело в том, что так или иначе, может быть, задним числом все это может коснуться нескольких миллионов наших новых соотечественников. Что коснуться? Давайте дождемся, что... Значит, нужно, чтобы, может быть, чтобы журналисты или какие-нибудь люди, которые имеют на это сказать... Ну, не то, что имеют право, мы все имеем право. Которому непременно ответят. Обратиться за разъяснением к господину Крашениннику, о чем идет речь. Разрешить публично отречься. Что за ерунда. Пытаемся пока что... Вот надо это понять сначала, о чем идет речь, и тогда уже это обсуждать. Я так думаю. Потому что пока это не поймешь, что это. Как сапоги в семянку. Но очень надеемся, что после 16-ти как раз у нас будут официальные разъяснения какие-то. Ну, вот тогда. Ну, кстати, вот если пока мы имеем возможность только рассуждать, да, чисто гипотетически на эту тему. И какие-то проекции делать. Вот у нас крымчане, да, стали россиянами, обрели наш... Российский паспорт. Российский паспорт. Где-то в Серванте, видимо, у многих из них, да, по-прежнему хранится... Украинский паспорт. С трезубцем. Так. Вообще, вы допускаете, что если вдруг эта норма будет введена в российское законодательство, задним числом могут потребовать произнести это заявление, я отказываюсь от паспорта, и он становится, де-факто, недействительным. Он становится недействительным. Потому что нет такой, насколько я знаю, юридической, так сказать, формулы, когда человек, даже солдат, когда дает присягу, он ее подписывает. А не просто говорит, я клянусь, там, быть верным, там, Родине. Он потом, произнеся эту фразу, он подходит к столу и от себя лично расписывается в этом документе. Понимаете? Поэтому, де-факто, он не будет недействительным. А то, что они хранятся в комоде, так огромное количество людей, которых даже с некоторой гордостью говорят, а мы партбилеты не выбросили. Не выбросили партбилеты КПСС. Ну, я этих людей, в общем, даже отчасти понимаю. Не потому что они такие... Если это убежденные коммунисты, то это... Ну, я думаю, что это... Я тогда их тоже понимаю, естественно. Но я думаю, что это не убежденные коммунисты. То есть, люди думают, ага, сейчас Ельцин, а потом, глядишь, там, года через три. Что, в конце концов, коллекционный артефакт. Да, билеты пригодятся. А кроме того, коллекционный артефакт. Я, например, не выбрасываю ваучеры, на которые была обещана 24-я Волга. Да, я помню в свое время. Что самое смешное... Самое смешное, что, Надя, я думаю, что на этот ваучер можно сейчас купить 24-ю Волгу. На раз просто. Как раз столько стоит. Так что все правда. Где-то там примерно тысяч пять рублей. Немножко к жизни российской оппозиции. Какая-то атака на штабы Навального, на инфраструктуру, созданную за короткое время Навальным и его соратниками, наблюдается в последнее время. С чем вы связываете вот это столь стремительное в последние дни развитие события? Ну, с чем? Хочется спросить. Знаете, хороший вид такой интервью. Журналист спрашивает у приглашенного что-то. Он говорит, а вы что, сами не понимаете, что ли? Ну, вот. Тут тот случай. Потому что, наверное, во власти считают, что Навальный набирает силу, становится все более и более таким, как бы сказать, весомым конкурентом. Если можно так выразиться. Все более весомым оппонентом. Оппонентом. И поэтому именно конкурентом. Не просто оппонентом. Оппонент кто такой оппонент? Который что-то поговорит и потом домой пойдет. А это конкурент. Ну, наверное, хотят его немножко, так сказать, как бы вот это осадить. Вы считаете, что они боятся? Нет. Они не боятся. Понимаете, что такое слово бояться? Оно тоже имеет... Ну, а иначе мне вот непонятны эти действия на самом деле. Борются с ним. Вот как. Они с ним борются. Они боятся. Таким образом. Борются таким манером. Я не думаю, что это очень, так сказать, перспективный и эффективный метод борьбы. Но может быть, так сказать, для каких-то людей... Ну, как бы это такое вот, что, мол, если ты вот не волонтер при Навальном получишь плашки, не будь там это самое, не сотрудничай, не раздавай листовки, хуже будет там. Вот так вот, понимаете? Ну, даже какая-то иллюзия и приличия перестала соблюдаться. 45 волонтеров за выходные. Да. Как сказал бы Нореда Бальзак, иллюзион пердю. Что значит, утраченные иллюзии? Разговоры о том, что Навального придерживают в качестве, ну, некой альтернативы спарринг-партнера. Это все в пользу бедных. То есть, действительно, давление идет, потому что в Кремле увидели реальное усиление в оппозиции. Реальное усиление в оппозиции. Оно существует. Есть реальное усиление в оппозиции. Понимаете? Конечно. Есть косвенный, так сказать, признак реального усиления оппозиции Навального. Он заключается в том, что на него очень стали, как бы, зубами клацать другие представители оппозиции. Понимаете? Вот это очень важный признак. Потому что, в общем-то, наша, так сказать, оппозиция, ну, жила относительно мирно. То есть, нет, конечно, они дрались за места. Так они же сами друг с другом договориться не могли. Но при этом такого, чтобы они говорили, что этот человек опасен, он заведет Россию в тупик. Это авторитарный лидер. Это там будущее. Они там, я даже не знаю, кто полпота пиначет в одном лице. Ну, и так далее. Это популизм. Вот такие вот, знаете, уже поднялась нота. Понимаете? Потому что когда там, я не знаю, Яшин с Касьяновым там или там дерутся, то они в основном, так сказать, вещь идет об интригах на административном уровне. Вот ты бы на праймере набрал 28%, а я 28,5%. Однако, а почему тебя на первое место огня? Ну, это не своя внутренняя. Кухня, кухня. Мелкая такая административная кухня. А сейчас эти обвинения уже пошли на такой, как сказать, на высокий такой уровень. На уровень большой политики, лозунгов, идеологии. И вот это вот является, на мой взгляд, важным, косвенным, так сказать, косвенным тоже указанием о том, что позиции этого человека, чьи имя называть нельзя, они, так сказать, позиции этого человека усилились. Это его в Кремле нельзя назвать. Усилились. Значит, если я приду в Кремль посмотреть Гранавиту Павла, то скажу слово... Должны быть, говорит, тот, кого нельзя называть. Если я скажу слово Навальный, то меня тоже выведут. Под руки и поведут к двери, конечно. Ну, собственно, и так на неширокой оппозиционной площадке поредела Мальцев с Горским. Внизать я, к сожалению, к великому не знаю, кто такие Мальцев и Горский. Не слежу. Я сейчас просто дописываю книжку, сейчас сижу. Это я так рекламирую. Сейчас дописываю роскошный, потрясающий роман про 80-е годы. Понимание. И поэтому у меня нет времени интересоваться текущей политикой. Да, ясно. А наши ряды рядеются, тем не менее. И в прямой ряды. Граждан Российской Федерации. Что ты имеешь в виду? Что уезжают граждане. Кто-нибудь родился, наверное. А кто-то в это время отвечается от украинского гражданства. А, и прибудет. И прибудет. То есть будет равновесие. Да, бегут. И некоторые из них, кстати, задерживаются на границах. В частности, службы на безопасность Украины. И вот сегодня мы узнали о том, что один из наших соотечественников в чине полковника вооруженных сил мог даже претендовать на некую позицию в руководстве спецслужбы самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики. Мы тут шифруемся, или украинцы хорошо работают и отлавливают гипотетических шпионов. А это всегда взаимное, так сказать. Встречное движение. То есть прокололись-то в итоге оказывается мы. Встречное движение, понимаете, сейчас. Потому что, понимаете, если даже самого хорошего, так сказать, просто суперзаконспирированного шпиона поймают, то все равно будет считаться, что... Одни будут говорить, что это наше достижение, а другие будут говорить, что это наш прокол. Понимаете? Ну, не знаю. Не знаю. Не специалист. Кто прокололся. Еще одна история, связанная с текущей повесткой. Президент Путин, только что вернувшись из Гамбурга, отправился на российский Урал, встречался с губернатором области Евгением Куйбышевым. Какую область? Свердловской. В Куробласти. Узнали мы о том, что от президента во время прямой линии недавней, которая собрала в экранах телевизоров, получил обращение от сотрудников Нижне-Тагильского завода теплоизоляционных изделий. Якобы... Это не Уралвагонзавод, собственно. Слава Богу, да? Уралвагонзавод – это наш проект. Понятно. Большой правосный проект. А это какой-то вилл? Верхний? Тоже тагилл? Нижне-Тагильский завод. Так вот, на работу руководства этого завода пожаловались сотрудники предприятия и до того момента... Сотрудники предприятия – это по-нашему, по-деревянски рабочие? Рабочие, да. И покуда президент не употребил весьма емкую дефиницию «борзота» руководства завода, с которой необходимо бороться, СК как-то не шевелился. А в чем «борзота» заключалась-то? Проблема с выплатами. Нет, по-моему, я вот слышал тут края муха, когда новости давали, что «борзота» заключалась не в том, что он не платил зарплату, а что он как бы шантажировал. Он говорит, вот пока президент мне не позвонит, я не заплачу деньги, понимаете? Ну, красиво, какая история президента. Дело приятно. В этом «борзота» заключается. Очевидно. Оборзел парень, понимаете, действительно. Что, с ума сошел, что ли? Так может быть, только такими способами и... Ну, хорошо, но приехал президент. Зачем? Он просто хотел с президентом повидаться. Как-то очень какие-то, так как вам сказать, такие кудрявые способы. И, тем не менее, они действенны, потому что буквально сразу же СК возбудил три дела после поручения президента с «борзотой» разобраться. И деньги некоторым образом нашлись. Сколько народу? Там 86 человек, по-моему? Ну, приблизительно. Несколько десятков человек, да. Как интересно. Все-таки, видите, как... Вот видите, а мы жалуемся, насколько, оказывается, сейчас мы живем в более благоустроенном мире. Сколько-то там, 10-20 лет назад не выплачивали зарплату десяткам тысяч людей. Кому заплачивали, кому выплачивали. Выплачивали унитазами, скажем, или ножичками для вынимания сердечек из яблок. А сейчас 80 человек зарплату не получили. И уже президент приехал. Здорово. Ну, слушайте, это вы хоть унитазами, хоть как это, хотя бы можно продать. И как-то на это прожить. Как прожить унитазы, когда унитазный завод, и все выходят только унитазами на рынок. Цеплоизоляционные изделия. Тут тоже друг друга только изолировать друг от друга. Понимаете? Ну, вот. Тем не менее, вопрос-то вот в чем. Есть какая-то поразительная эффективность системы властной, которая аккумулирует свой ресурс в момент, когда необходимо сохранить статус-кво. Здесь подключаются некие силовые структуры. Ну, в борьбе с той же оппозицией, да? Есть поразительная неэффективность системы, когда требуется личное вмешательство главы государства. Может быть, в части такое предвыборное вмешательство, да? Хотя к выборам об этом еще 10 раз за год, чтобы найти деньги для жителей российской глубинки, для тружеников. Ну, опять-таки, не дисквалифицирует ли это сам пафос российской власти, которая вынуждена разменивать себя? Ну, не хочется произносить это слово, но по достаточно частным истории. Ну, конечно, конечно, это неправильно. Конечно, есть вещи, которые существуют, такая как бы делегирование ответственности. Существует уровень ответственности президента, уровень ответственности его администрации, уровень администрации, ну и так далее. Вплоть до уровня ответственности бригадира, понимаете? Государственного предприятия. И, конечно, когда... Ведь это же, на самом деле, 86 человек – это уровень цеха. А может, даже бригада, если большая бригада. И вот, когда президент, так сказать, на уровне, так сказать, ответственности, на уровне ответственности цеха спускается, меня это печалит. Единственное, что может, так сказать, тот войти в голову, такая мысль, что, может быть, за этим что-то стоит, чего мы не знаем. Может быть, это какая-то более серьезная история, чем просто невыплата зарплаты 86 человекам, понимаете? Что там что-то серьезное. То ли на этом заводе теплоизоляционных материалов готовят теплоизоляционные материалы для каких-нибудь ядерных, разделяющихся боеголовок, понимаете? То ли что-то там... Это отличная пиар-компания, правда? Это плохая пиар-компания. Вам, мне кажется, это отличная пиар-компания. Приехал Путин, все еще приехал, такой супергерой. Ну, таких же людей очень много, понимаете? Наоборот, это снижает уровень восприятия, уровень эффективности государства, возглавляемого Путиным. Это совсем не в плюс Путину к будущим выборам. Вот эта история, понимаете? А потом, в конце концов, кто-нибудь скажет, а хорошо, а у нас дома кран не работает. Ну, давайте Путина позовем, пускай он за руку к нам приведет сантехника, и в его присутствии он, так сказать, прокладку поменяет. Ну, ерунда же какая-то получается. Что зовут со временем? Ну, не дай бог. Это была программа «Персонально ваш». Писатель Денис Драгунский, Станислав Крючков, Ирина Бублайн. Вернемся к вам после некоторых рубрик новостей в эту студию. Персонально ваш.